Обязательно. Добрый день, дорогие участники форума. Я магистрант Казахского национального университета имени Альфа-Раби, магистрант второго курса Норахана Вайнур. Спешу сообщить вам, что в нашем Казахском национальном университете имени Альфа-Раби на факультете филологии и мировых языков функционирует научно-исследовательский центр Олжаса Сулейменова, в рамках которого проводят онлайн-конференции совместно с Турцией, Россией, а также с другими городами Казахстана. Также выпускаются сборники совместно с Анатолийским университетом город Эскешихир, Турция. Также на базе центра пишутся дипломные, диссертационные работы, а также научные статьи. А теперь, собственно, я перейду к теме своего доклада. Тема моего доклада звучит так. Интертекст русской классики в лирике Олжаса Сулейменова. Олжас Сулейменов — один из современных поэтов, кто находится в активном творческом диалоге с поэтами-предшественниками, современниками и с читателями, кто выходит за узконациональные рамки и соединяет казахское с общечеловеческим. Творя на русском языке, он сводит воедино множество национальных культур и при этом умудряется сохранить традиции и статус своего народа. Исследователи творчества Олжаса Сулейменова утверждают, что поэтический язык Олжаса Омаровича был сформирован на базе двух глобальных национальных миропредставлений и взаимодействий двух разноструктурных языковых систем, которые были выражены в конечном итоге средствами одного языка, в данном случае русского. В своем поэтическом творчестве Олжас Омарович ориентируется на две культурные и литературные традиции. В лирике Олжаса Сулейменова соединяются казахское тоническое и современное русское силаботоническое стихосложение. Не случайно Олжаса Омаровича Сулейменова многие исследователи считают продолжателем традиции поэтов-авангардистов Серебряного века. Это Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского. Своих произведениях он, как и они, обращается к лесенке, переносам, ритмической паузе. В поэзии Олжаса Сулейменова чувствуется стиль русских классиков, что говорит об его обширных интертекстуальных связях с русской литературой и культурой. Интертекст — это прежде всего порождение самого процесса. Его составляющими являются элементы текста предшественника в виде цитат, реминисценции, аллюзий. Рассматривая интертекст, изучает комплекс всевозможных литературных отсылок к чужому слову, первичному тексту. Поэтому обращает внимание не только на аллюзии и реминисценции, но и на прямые, косвенные цитаты, а также анализирует мотивы. В контексте лирики Олжаса Сулейменова нам важен интертекст, сложенный из его обращений, обращений прямых и косвенных, произведениям русских поэтов и писателей. Обращение к русской литературной классике важно для современных писателей, так как в нем есть глубоко необходимый художественный смысл. Ссылки и отсылки Олжаса Сулейменова к другим текстам, другим авторам, придают Сулейменовскому стиху большую экспрессивную напряженность, медитативность, а также наслаивают на основное содержание дополнительный смысл. Классика высока цельностью глубокого содержания и гармоничного стиля. Она способна научить творить литературный текст. Через интертекст русской классики можно обозначить свое личное отношение к литературным традициям. С другой стороны, реминесценции, цитаты, аллюзии и парафраз, как элементы интертекста, позволяют казахскому поэту находиться в непрерывном диалоге со всем миром, представителями разных эпох, направлений, течений, с учителями и современниками. К примеру, небольшое стихотворение, написанное в ранний период творчества «Яблоки» с подзаголовком Леониду Мартынову, рождает разные ассоциативные переклички с русской литературой. Прежде всего в памяти всплывают антоновские «Яблоки» Бунина, щемящие грустью поэтизирующие жизнь, воспоминания, яблоки, благоухающий запах яблок. Но больше всего поражает ритмическое созвучие стихов, а именно внутренние рифмы со стихами символиста Андрея Белого. Скромная любовь. Блестели и пели, копели, злотился покров ледяной, сестрицы сидели и млели в окошке весной под луной. Сулейменовские женские рифмы ели, присели, белели, метели, осмотрели, дрели, недели, посмотрели, грели, смотрели, создают ту же атмосферу чуда, что и у Андрея Белого. Источником чуда, рожденного в холодной землянке, являются яблоки. Солнце, румяно-сияющий запах, неожиданные оксюморонные скрытые метафоры напоминают стиль Владимира Маяковского. Стихотворение посвящено Леониду Мартынову, другу, наставнику, единомышленнику. Родом из Сибири, родился в Омске. Работая разъездным корреспондентом газеты «Советская Сибирь» в городе Новониколаевске, Мартынов искалит сил всю Западную Сибирь и Казахстан. Участвовал в геологических экспедициях. В 1930 году в Москве вышла первая книга Мартынова «Очерки о Прииртыши, Алтае и Казахстане», который называется «Грубый корм или осенние путешествия по Иртышу». Теперь очевидно, почему Сулейменов посвятил это стихотворение Мартынову, ведь тот участвовал в геологических экспедициях, а, как известно, сам уже Сулейменов по первой профессии – геолог. Здесь использована аллюзия, намек на факт из жизни обоих поэтов – и Мартынова, и Сулейменова. Само примечание Лжаса Сулейменова «В землянку вошел» называли «забоем». «Забоем» свидетельствует о том, что это происходит во время геологической экспедиции, так как забоем – это поверхность массива полезных ископаемых или горных пород, которые перемещаются в процессе горных работ по выемке. Леонид Мартынов в 1936 году, в том году, когда родился Лжас Сулейменов, написал историческую поэму «Правдивую историю об Увенькае», о мальчике-казахе – воспитаннике азиатской школы толмачей в городе Омске. В этой поэме Леонид Мартынов использует казахское обращение «Айна-лайн» применительно красивым девушкам. Леонид Мартынов не знал точного, полного смысла этого слова, и спустя годы все-таки нашелся такой человек, который объяснил и значение слова «Айна-лайн», и многое другое. Это Лжас Омарович Сулейменов. У Сулейменова есть стихотворение «Айна-лайн», написанное в 1962 году, в котором вначале дается объяснение значения слова, обращение к дорогому человеку «Айна-лайн». «Кружусь вокруг тебя» – подстрочный перевод, «Принимаю твои болезни и любовь моя» – смысловые переводы. Лжас Омарович Сулейменов – это словесный художник, впитавший в себя две эстетико-философские системы мировосприятия, а также воспитанный как социально-нравственной и фольклорно-литературной традицией родного казахского народа, так и богатейшим духовным наследием русской культуры. Лжас Сулейменов в своем творчестве четко осознает свои степные корни, но пользуется выразительными богатствами русского языка. В произведениях Лжаса Омаровича чувствуется неразрывность с традициями русской классической литературы, что явно показано на примере анализированных текстов. Спасибо. Аплодисменты